Приветствую вас. Я для начала хотел бы уточнить о Марии. Кому вы задаете свой запрос, потому что, например, дата рождения, ну, не нужна психологам, вот. Если вы свой запрос задаете в раздел эзотерики, то вам нужно его туда переадресовать. Если бы раздел психологии, то непонятно, зачем дата и, в общем-то, до порождения. И, в общем-то, довольно мало информации вы предоставили о себе, о своей ситуации, вот. Значит, к кому уходит репетитор, женщина, кто мы угощаем ее кофе ради приличия, да? Вот. И, соответственно, почему вы в своей квартире не можете сказать человеку, что вам не нравится? То есть, по сути, обозначить свои личные границы. И отсюда вытекает вопрос. СМО-оценки. Важно, СМО-оценки. Важно, насколько вы цените себя, любите себя, уважаете себя и место, где вы живете, не знаю, дом это или квартира. И, вот, собственно, насколько вы готовы, готовы защищать это. Понимаете? То есть, вежливо, вежливо, чтобы дать человеку вежливо понять, что, ну, какие-то действия неприемлемые для, допустим, вас. Чтобы дать человеку вежливо понять, достаточно просто сказать это в формате я-сообщений, то есть, от первого лица, да, и без использования обращений, ты, вы и прочее. Но, я, если честно, не уверен, что вы этого не знаете. Точнее, я не уверен в том, что проблема в этом только лишь. Я думаю, что проблема глубже, я думаю, что проблема в том, что вы поправляете человеку вести себя с вами так, как вам не нравится. Потому что, ну, совершенно очевидно, да, что человек, он наглеет в данном случае, совершенно очевидно, что человек не считается с вами, совершенно очевидно, что человек ведет себя в вашем доме неподобающим образом. Вот. И вы еще думаете, как ему вежливо об этом сказать. Потому что сам человек, ну, ведет себя достаточно нагло. Вот. И это вопрос. Это вызывает вопросы. Это вызывает вопросы, связанные именно с тем, вот, насколько вы уверены в себе, насколько вы готовы защищать себя и то место, где вы живете. Вот. Вот так вот, в принципе. Только, если бы, но непоколебимо, мягко, но настойчиво показывать, что так нельзя. Понимаете, вы же ее сами в свою квартиру пускаете. Да, она репетитор, понятно. Но какая необходимость, например, терпеть этого человека, если он не уважает вас? То есть, вы чего-то боитесь. Может быть, это очень хорошие репетиторы, которые действительно вам помогают. Ну, в таком случае, этот вопрос нужно решать отдельно, потому что тут много достаточно нюансов, например, чему репетитор вас обучает, к примеру. Да? Вот. Нужно обязательно посмотреть, чему репетитор вас обучает. Потому что, может быть, для вас это очень важно. И вы не можете, вот, сейчас, например, да, рисковать, там, ну, новым репетитором, допустим, рисковать, искать нового репетитора. А может быть, вы просто, вот, не уверены в себе. И из чего-то боитесь. И не можете просто говорить людям «нет». И позволяете вести себя в своем доме, да, на своей же площади, на своей территории, так, как хотят они. То есть тут вот нужно отделить одно от другого, и тогда уже ситуация будет более ясна, более понятна. То есть это глобально это умение говорить «нет». Глобально это умение отказывать людям. Глобально это самооценка и уверенность в себе. Вот. Такая вот история. А если вы превосносите этого человека, или если вы идеализируете всех людей, кто занимается чем-либо, чем, например, не занимаетесь вы, или не можете заниматься. Вот. Но это уже вопрос про обесценивание себя. Это вопрос про то, что вы себя не цените. Это вопрос про то, что вы принижаете себя. Вот. То есть, видите, даже непонятно, кто мы. Понимаете? Вот. То есть, кто мы, и с какой стати человек требует две чашки и еще чего-то. То есть, ну, непонятно, с какой стати она именно требует, если она требует. То есть, нужно сделать анализ отношений и выяснить, правда ли она именно требует. Правда ли у нее именно требования возникают. Правда ли? И, может быть, вы чего-то не поняли. Может быть, она чего-то не поняла. То есть, вот это, мне кажется, нужно, нужно преследовать. Ну, эти, эти моменты, мне кажется, нужно преследовать. Чтобы как-то лучше понимать, о чем я поречу. Вот. Такой вот ответ. На этом все. Я надеюсь, что это было полезно для вас. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.